Так, я всех еще раз приветствую на первом из пяти бесплатных вебинаров, посвященных платформе Wallfix.net. На них я постараюсь раскрыть все ключевые принципы, возможности и преимущества нашей платформы. В первую очередь эти вебинары будут полезны тем людям, кто только начинает знакомство с нашей платформой, ну и конечно же с темой торговли по объему. Даже если вы уже имеете немалый опыт торговли на любом фондовом, фьючерсных рынках, на том же рынке Форекс, вам будет полезно послушать ту информацию, которую я собираюсь до вас донести. Меня зовут Гришенко Василий, я являюсь одним из создателей данной платформы Wallfix.net и практикующим трейдером. Первый свой трейд я совершил еще в феврале 2004 года. Это был трейд по фьючерсу на большое S&P 500, тогда еще торговавшийся в яме, что в принципе и сейчас происходит, но с очень-очень маленькой ликвидностью. И, собственно говоря, маленькая предыстория о платформе и перейдем к каким-то прикладным ключевым моментам. Как раз 2005-2006 год стал переломным моментом в биржевой торговле в плане перехода всех ключевых, всей ликвидности, всех ключевых инструментов в электронную форму торговли. Что это значит? То есть тот вот метод открытого выкрика, который вы когда-то видели, может, в каких-то старых фильмах, вот эту биржевую яму с кучей орущего народа и подкидывающего бумажки, совершающего сделки между собой, этого уже всего нет. Как раз 2005-2006 год и стал переломным в этом отношении. То есть если раньше тот же самый, один из самых ликвидных фьючерсов в мире на S&P 500 торговался в основном в яме, то сейчас он торгуется полностью в электронной форме. То есть человек перестал принимать участие, ну в смысле в заключении, перестал быть посредником при заключении сделки. То есть вы отправляя свой биржевой приказ, получаете своего контрагента через сведение в электронной форме. То есть через сервера биржи и человек просто контролирует этот процесс, но уже не является прямым его участником. То есть нет никаких больше брокеров в яме, которые вашу заявку передают другому такому же брокеру, да, и тем самым заключают для вас сделку. Вот. Что это нам дало и почему, собственно говоря, мы задумались о создании платформы и стали обращать внимание на такой параметр биржевой торговли как объем, да. По одной простой причине, что вот те данные о сделках в яме, они были недоступны рядовому трейдеру. То есть мы, будучи трейдерами и торгуя тот же S&P, там, ну, в какой-то степени некоторые акции, но по большей степени фьючерсы на CBOT, CME, NIMAX, COMX, то есть нефть, золото, фьючерсы на индексы и так далее, пришли к выводу, что рынком движет объем, но не имея до этого возможности его видеть и учитывать, мы не знали, как он влияет на рынок. После перехода в электронную форму торгов, такая возможность, то есть данные об объеме торгов стали доступны, то есть стали публичными. Но ни одна биржевая платформа, даже самые дорогие, типа Bloomberg и CQG, не давали в полной мере инструментарий для обработки такой информации. И, в общем-то, в 2006 году мы сделали первую попытку написать базу данных для учета такой информации, которая, в принципе, послужила толчком для создания самой платформы. Почему объем важен? Никто сейчас со мной спорить не станет, что сделка размером в одну акцию и в миллион акций носит совершенно разное влияние, может произвести на рынок. И, естественно, значимость этих сделок будет совершенно разной. Поэтому, видя где и когда, это именно два очень важных параметра, где это, по какой цене, когда это, в какое время, и, собственно говоря, третий параметр, самый важный, сколько, то есть это объем, было проторговано, мы можем проанализировать эти действия крупных игроков и, собственно говоря, попробовать к ним присоединиться. Потому что, кто бы что ни говорил и как бы не отрицали, вернее, как бы не утверждали, что рынок сам по себе управляется, это все неправда. Крупные деньги, иная степень информированности профессиональных инвесторов и игроков, она, в общем-то, позволяет им быть на шаг впереди рядового трейдера. И то, что они раньше могли скрыть, скажем так, вот в этой биржевой яме, да, от широкого круга трейдеров, теперь стало доступно нам. Но это не значит, что торговать стало намного легче. Просто та информация, которая была доступна лишним многим, стала публичной. Но системы обработки этой информации не было. Наша платформа позволяет как раз в полной мере работать с данными об объеме торгов. Теперь давайте поговорим о том, какие виды объемов существуют, почему они играют важную роль при торговле, и почему, даже если у вас есть уже какая-то своя собственная торговая система, это может быть вам полезно. Торгуете вы по новостям? Являетесь ли вы, ну, я, в принципе, не поклонник разделения трейдеров на долгосрочных, краткосрочных и прочее, там, и скальперов, объясню почему чуть позже. Но, невзирая на любую вашу торговую систему, данные об объеме лишь будут усиливать ее. Объясню почему. Начнем вот, да, с российского рынка, совершенно недавние события прошлой недели, на акции по Сбербанку. К вашему вниманию сейчас приведем кластерный график, я его потом расширю, вы увидите, чем, собственно говоря, он отличается от классических свечных и баровых графиков. Ну, на данный момент, что хотелось бы показать. С левой стороны, вам всем сейчас видна гистограмма. Это гистограмма, так называемого, суммарного объема за выбранный промежуток времени. То есть, вашему вниманию представлен график по акции Сбербанк, торгующейся на МВВБ, на межбанковской валютной бирже, с 16 сентября по текущий день. Соответственно, оранжевым цветом выделена цена с максимальным объемом. Вот, активировав горизонтальную линию по цене 98, мы видим циферку 3 миллиона 731 тысяча 309 лот. Один лот – это 10 акций. То есть, здесь мы видим суммарно накопленный объем за выбранный период 30 миллионов бумаг. По 100 рублей, в принципе, очень немалые деньги. С учетом того, что по соседним ценам также накоплены немалые объемы, суммарный объем в диапазоне исчисляется десятками миллионов акций. Что это значит? Предположим, мы не знаем, не обладаем такой информацией. И там можем смотреть на разнообразные индикаторы, но данная информация усиливает, наше мнение о том, что кто-то скупает данный инструмент. И этот кто-то всегда знает немножко больше, мягко говоря, немножко больше, чем мы с вами. Почему? За крупными деньгами, сами вы все прекрасно понимаете, стоят иные обстоятельства и иной доступ к информации. Соответственно, увидев действия крупных игроков, мы можем научиться их анализировать. И вот здесь правильно кто-то уже в чате написал, что торги в яме заменены роботами. Все верно. Сейчас не брокеры размещают позиции на рынке, а автоматы, либо полуавтоматические системы. Но, поверьте, не они принимают решение о совершении сделки. Соответственно, даже если роботы размещают, проще найти как раз те сценарии, по которым они это делают. И как раз к ним присоединиться. Вот вся эта, да, весь этот так называемый флетбок, боковое движение на рынке, сопровождаемое очень крупными объемами, говорило лишь об одном. О высокой вероятности того, что кто-то совершает инвестиционную, ну, как бы инвестицию, да, именно в бумагу. Потому что, когда мы анализируем фьючерс, принципы сохраняются те же, но, все-таки, момент спекуляции на производных инструментах всегда выше. Это нужно учитывать. И, все-таки, те, кто начинают, мы рекомендуем больше смотреть и учиться на инструментах фондового рынка. Неважно, российского, то есть, будь то МВВ, либо американского, будь то Найс, Насдак. Но, грубо говоря, акции лежат в основе инвестиционной деятельности, в основе всех производных инструментов. Вот. В связи с этим те сценарии и те, как бы, паттерны, которые реализуются на фондовом рынке, они всегда более точны и видны. Соответственно, вот это накопление объема позволило заключить вот такую сделку. Это тоже акция Сбербанка, в основном окне рейтинга. Здесь транслируются в основном тестовые сделки. Некоторые клиенты транслируют сделки с реальных счетов, но мы, естественно, эту информацию не раскрываем без согласия клиента. Поэтому, это сделка тестовая. Заключал ее я, как раз для, как бы, ну, готовясь, да, к вебинару и видя, что возможно, есть потенциал. Опять-таки, нет ничего стопроцентного в данном случае. Ну, вот, кто-то не пишет, никто не мог понять, что случилось в тот момент. Понять как раз можно было. Сегодня мы говорим о видах объема, да, и каких-то базовых принципах. Мы, я специально разделил на пять вебинаров все то, что хотел бы до вас донести. И мы позже поговорим и на следующих вебинарах, где я обещал, где, ну, мы декларируем, что будем разбирать тиковые технологии и внутридневные. Я покажу, как можно было бы эту сделку занять с достаточно коротким стопом, там, максимум 20 копеек. То есть, это все будет. Причем, данные, данные пять вебинаров посвящены занятиям в коучинговой группе, которая у нас будет четвертая, где мы, в принципе, учим пошагово, как нужно совершать подобного рода сделки. Так вот, возвращаясь, в данной ситуации, вот с фактом, да, вы говорите, что непонятно было. Давайте теперь все-таки я раздвину, да, я покажу один из видов графиков, это вот кластерный. Что в нем особенного? он позволяет видеть, в данном случае у меня 30-минутные интервалы включены, да, видеть, что было внутри каждого бара, внутри каждой свечи. То есть, объем придает значимость той или иной цене. Вес, да, volume по-английски, это объем, а value это как бы стоимость, значимость того или иного события, в данном случае мы говорим о цене. То есть, придает вес. И возвращаясь, да, к той фразе, одна акция и миллион. Вот здесь как раз это очень неплохо работает. И мы видим, что, да, были пробои данных уровней, да, то есть, рынок после падения стал накапливать объем и казалось бы, ну, да, вот уже проход под 98 цену мог, да, всех сбить и скорее всего после факта мы видим, что это был сбор стопов и опять-таки с точки зрения объема можно научиться определять и это, и эти моменты. Вот. это не так уж и сложно. Это можно научиться. Еще раз смотрите, как происходил уход. Вот последний всплеск объема. На следующем занятии сейчас я посмотрю по расписанию у нас как раз будем разбирать ключевые модули. На третьем занятии разбор будет диковых технологий и временных сеток на базе болтшар я обязательно покажу этот момент и в принципе какие-то обязательно и другие по другим инструментам как можно было войти. Но еще раз сам принцип того, что накапливается крупный объем и это служит толчком толчком для движения есть факт. Да, для кто скептически относится к данному вопросу вот смотрите график фьючерса на евро. Кто торгует валюты также будет интересно. Вот объем предыдущей недели точнее текущей 7 числа мы видим у нас первые два дня был такой достаточно волатильный но все-таки флэт то есть с плесками вот здесь вот здесь вот здесь но у нас был накоплен суммарный объем текущей недели вот в таком диапазоне и мы видим как сейчас рынок оттуда припадает а вот я смотрю у вас завязалось сообщение в чате ребята будьте скромнее как бы ну смотрите я просто сейчас сделаю вот так вот вот и пока я его скрою чат чтобы вы не отвлекались от происходящего вот смотрите пример с евро и таких примеров можно находить много и на разных инструментах еще раз но это вы должны иметь ввиду это не панацея это не значит что вы увидели вот такое накопление объема дождались там рынка и срочно продали либо купили крупные накопления объема являются лишь ориентирами и зонами повышенного внимания то есть да они являются зонами поддержки и сопротивления но сама сам сценарий сама схема входа в позицию намного сложнее рынок в принципе да и биржевая торговля как таковая не является каким-то простым обыденным занятием которому можно научиться за там два дня или две недели даже за два месяца процесс обучения и освоения это можно даже называть биржевого ремесла да он занимает месяцы и даже годы любое обучение направлено на то чтобы дать вам какой-то фундамент и основу грубо говоря как любой вуз выходя выпускаясь из вуза вы являетесь специалистом да грубо говоря с теоретическим багажом знаний которые в будущем вы используете для получения уже каких-то прикладных навыков то же самое с рынком никто вас не научит и не вложит в голову сразу все знания необходимые для того чтобы стабильно зарабатывать на рынке но любой вид обучения это вы уже выбираете для себя сами направлен на то чтобы дать вам фундамент который позволит развивать собственные навыки собственные наработки получать и так далее даже вот смотрите сейчас всплеск объема реакция рынка вот мы видим за 15 минут один кластер второй и вот сейчас формируется третий внутри этих кластеров есть какое-то ядро с объемом то есть вот у нас формируется объем если рынок немножко выйдет выше то это ядро объема на ближайшие 15-30 минут станет опорой и послужит поводом для как минимум коррекционного движения вверх то есть после текущего падения есть много разнообразных параметров которые при этом естественно нужно учитывать и еще раз повторюсь что голый объем не является не является чем-то ключевым и однозначным в моменте то есть вы должны анализировать грубо говоря как все сюжетные линии должны сойтись то есть мы видим что есть предпосылки по накоплению объема на 15-минутных периодах мы переходим допустим на вот такой вот модуль боксчарда который мы будем говорить на третьем вебинаре и его анализируем дальше есть еще несколько модулей несколько параметров которые нужно учесть и если все они дают один и тот же сигнал то мы будем совершать вход в рынок но нужно иметь ввиду первое что объем цена и время совершения сделки являются первичными и единственными неподдельными параметрами на рынке то есть биржевую сделку нельзя фальсифицировать постфактум то есть если эта сделка стала публичной то грубо говоря назад пути нет то есть ее нельзя фальсифицировать допустим форексная котировка она является искусственной об этом мы поговорим на втором занятии почему форекс является полностью зависимым от фьючерса и почему форекс не является ценообразующим для всего мирового валютного рынка кто бы что не говорил про 4 триллиона долларов на следующем вебинаре я обязательно об этом поговорю если есть если есть у вас вопросы я сейчас заблокировал время на чат так вот вижу вы их пишите и в принципе я постараюсь на них ответить по вашему опыту вы во всем согласны с маркет профилом Петера Стадлмара есть свои фишки смотрите Дмитрий хороший вопрос спасибо вам большое по делу да мы ни в коем случае не отрицаем все то что создал Петер Стадлмара у нас есть классический профайл буквенный да мы наши многие клиенты им активно пользуются причем наши партнеры ну при нашем участии непосредственно был переведен переведена одна из его книг это Six Party Guide to Market Profile это одна из первых даже по-моему первая книжка то есть основы рыночного профиля мы полностью с ним соглашаемся но сам Петер Стадлмар в своем интервью по-моему Future Magazine в 2006 году сказал что трейдер частный трейдер не использующий собственную базу данных объема в объеме с объемом торгов ну будет сильно проигрывать в общем рыночной ситуации потому что да естественно буквенный профиль как раз был предтечей объемного анализа почему потому что тогда объем был закрыт а то место где рынок больше всего пребывал по да ну буквенный профиль то есть мы видим да вот здесь у нас больше всего рынок появился там по S&P за дневные профиля стоят 30 минутные да сейчас не будем вникать в подробности но мы видим что не всегда суммарный объем совпадает с буквенным профилем и да мы полностью поддерживаем концепцию профиля но дополняем ее естественно как вы написали своими фишками следующий вопрос да или платформа платная я смогу в конце вебинара я покажу как бы и адрес нашего сайта и где можно будет почерпнуть ту или иную информацию так существует ли API API у нас пока не существует то есть к сожалению мы планируем это сделать это не так просто в будущем мы планируем предоставить возможность создавать полуавтоматические автоматические системы внутри нашей платформы которые будут в автоматическом режиме принимать решение о входе и выходе из рынка запись вебинаров обязательно будет вот хороший вопрос да Василий как вы торгуете внутри дня или свинг сделки сколько удерживаете позицию ваше отношение прибыли риск какое соотношение прибыли риск дает вам ваша система торговли смотрите Андрей вопрос хороший первое я не разделяю ни себя не отношу ни к какому виду трейдеров сейчас объясню почему и другим не советую первое слово свинг меня как бы постоянно вызывает улыбку свинг трейдер у меня сразу появляются другие ассоциации вот смотрите каждая позиция в принципе каждый трейдер в первую очередь должен поставить перед собой задачу совершение максимального точного входа неважно какой будет потенциал у вашей позиции в будущем вы должны научиться реализовывать минимальный потенциал с минимальным риском объясню почему вот смотрите да газпром вернее сбербанк заходил давал возможность купить у нас мы видим здесь три минимум даже четыре дна есть да и в принципе каждое из этих каждое дно могло оказаться точкой отправной для вот такого сильного движения наверх все аналитики прогнозеры да как их не назови как раз заводят себя в определенные рамки что на самом деле мешает быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию на рынке да мы предполагаем что у нас будет движение наверх почему потому что по дну кто-то очень крупно купил и в принципе думать что это вышли как бы люди после того как все упало ну не совсем логично да соответственно раз здесь кто-то покупал мы можем планировать среднесрочную либо долгосрочную сделку но прежде чем это произойдет на рынке мы должны найти точку с максимальным с минимальным вернее риском для себя почему потому что любой задачей трейдера вернее задачей любого трейдера является все-таки крупная позиция знаете плох тот солдат который не мечтает стать генералом то же самое с трейдером не важно какой у вас сейчас счет 500 долларов 1000 100 тысяч рублей не важно или миллион вы должны мыслить категории крупной сделки научившись так мыслить вы себя лишите большинства иллюзий которые по большей части как раз являются основными врагами трейдера почему так потому что когда вы думаете что у меня один лотик я сейчас зайду поставлю где-то там на 94 стоп зажмурюсь и буду надеяться что оно вырастет это путь в никуда да оно может и вырастет как бы но будь у вас условно говоря там 100 тысяч бумаг позиции или там миллион бумаг вы бы так себя не вели а если бы вы себя так вели то вы бы потеряли с высокой вероятностью ваши деньги соответственно даже если вы собираетесь покупать 10 акций из сбербанка вы должны мыслить категория миллиона бумаг тогда вы будете стараться найти максимально точный вход и постараться данную позицию удержать если это позволит рынок то есть условно говоря сначала вы там ориентируетесь на 50 100 копеек прибыли и при дальнейшем развитии ситуации позитивной вашу сторону вы анализируете происходящее и смотрите какие могут быть достигнуты новые ориентиры поэтому если хотите удерживать позицию я использую для этого два разных счета я всегда спекулирую внутри дня и всегда стараюсь при возникновении какого-то сценария с вероятностью выше 80% определяю я его уже на базе своего собственного опыта и исторических данных доступных в платформе я стараюсь зайти с двух счетов и один счет удерживать там средний срок или долгосрок поэтому я не считаю себя там спекулянтом либо долгосрочным трейдером я стараюсь всегда совершенствовать свои навыки по совершению точного входа а будет ли эта сделка закрыта через 5 минут либо через час либо через неделю покажет мне собственно говоря сам рынок Владимир инструкцию по платформе можно почитать на нашем сайте вопрос будет ли рассматриваться в курсе открытый интерес и опционные настроения опционные настроения рассматриваться маловероятно будет открытый интерес да мы об этом обязательно поговорим но имейте ввиду что открытый интерес доступен лишь по российским производным инструментам то есть в первую очередь это форс открытый интерес по всем западным фьючерсам транслируется в режиме конец дня то есть на дневных графиках можно анализировать изменение открытого интереса но это намного менее эффективно чем допустим на том же 3 да то есть фьючерс на индекс РТС включаем открытый интерес вот снизу мы видим динамику изменения в режиме реального времени Александр последний вопрос да работает вот я как раз сейчас РИ показал вам у нас в принципе доступны все основные рынки мы являемся официальными дистрибьюторами РТС и ВВБ будет ли совмещение объемного и технического анализа нет мы пока не планируем совмещать в платформе технический анализ возможно какие-то рисовалки будут добавлены там чтобы люди могли линию тренда провести но поверьте мне как прочитавшему еще в 19-летнем возрасте основные работы Мерфи по техническому анализу Демарка и прочих что технический анализ еще раз кто его использует мы не против этого да можете дополнять объемом но внутри платформы ну как бы наши клиенты поверьте минимально просят если просят то что-то типа линий тренда и прочее об этом как бы разговоры ведутся среди команды разработчиков но однозначно я сказать не могу когда это будет реализовано много ли аналогичных платформ в мире китайцы их используют я затрудняюсь касательно китайцев сказать платформ по анализу объема нет немного есть так называемый market delta она больше заточена под анализ беда asko спорная тема я не являюсь поклонником данной системы торговли но у нас она полноценно реализована в платформе да то есть это замещение покупок и продаж на разделение объема по биду и по аску разделение по биду и по аску объема носит условный характер объем каждой сделки имеет и покупателя и продавца есть две системы разделения объема на бид и ас это по направлению тика то есть по тому кто вот если я по рынку покупаю соответственно я являюсь я бью в аске то есть по лимиты на сел выставленные и считается что этот объем прошел по аску весь сделки и как бы себя агрессивно вел покупатель но почему покупатель покупал по рынку как говорится одному богу известно и этому покупателю то есть он мог закрыть часть своей шартовой позиции тем самым продолжая быть в шарте и много чего еще другого одним словом здесь много субъективной информации мы об этом конечно же на занятиях тоже говорим но еще раз я не являюсь поклонником данной системы торгов еще у кого-то звук перекрывается так Александр ответил да платформа работает с фьючерсом на индекс РТС гидар спрашивает котировки и от семьи в том числе у нас ряд профессиональных поставщиков по западным рынкам так вот просьба поступила по Америке Виктор а вы уточните что именно вас интересует фондовый рынок если да то какие бумаги если вас интересует фьючерс это тоже озвучите пожалуйста что Америка кто 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 что любит давайте как фейсбук улетал в космос сразу скажу еще даже не скажу а повторюсь что объемы на акциях еще лучше работает то есть если фьючерс скажем так особенно фьючерсы на индекс они являются такими интернациональными продуктами ну и мало того что допустим там фьючерс на индекс S&P 500 является фьючерс является на индекс то есть это по факту уже сведенная сведенный инструмент то есть влияние на движение S&P ключевые американские акции производят то бумага вот вот фейсбук включил с конца июля в основном за август здесь копили и мы сейчас немножко увеличим шаг цену возьмем начало лета дневные графики пока подгляделся я вот вижу вопросы смотрите значит давайте я сейчас прокомментирую фейсбук и буду отвечать на вопросы смотрите тоже все знают что после размещения цена сильно упала и опять-таки да копился копился объем вроде флет но кто-то что-то лишнее знал и в любом случае новости о выходе отчета по фейсбуку более позитивного чем ожидали продажи по рекламе все это кому-то было известно и вот прежде чем этот рост состоялся кто-то очень серьезно фейсбук купил так вопрос ну как всегда без провокации не обходится поддерживаю Василий можете скинуть ссылочку на вашу историю в трейдинге или на интервью какое интервью я не понимаю история в трейдинге что вы имеете ввиду инвесторские счета скинуть как бы раскрыть стейтменты о чем конкретно идет речь стейтменты естественно никто раскрывать не будет история в трейдинге разнообразная я ни одного счета так скажу никогда не проигрывал были какие-то застои были какие-то неудачи это всем людям живым присуще вот историю в трейдинге я в метатрейдере не торгую и стейтментов из метатрейдера к счастью к моему никогда не имел фьючерсные счета это всегда либо инвесторские счета либо даже если мои собственные то я данных об этих счетах никогда нигде публично раскрывать не буду если вы хотите посмотреть как я торгую можете опять-таки на сайте посвященном коучинговой группе есть интервью вернее не интервью а отзывы наших клиентов послушайте я во время обучения регулярно совершаю публичные тестовые сделки в режиме реального времени я не боюсь анализировать рынок и могу спокойно вживую с комментариями открыть позицию если кто-то хочет как бы кто-то в этом сомневается это дело каждого я никого уже давным-давно ни к чему не вынуждаю и не собираюсь никому ничего доказывать гидар цены разные от 50 долларов в месяц до вот Виктория правильно написала 1200 долларов в год это самый дорогой пакет премиум в который включены все рынки Дмитрий Фаспорш крупные игроки часто друг другом с друг другом бодаются или всегда договариваются все и бодаются и договариваются Дмитрий написал в кавычках Дмитрий это мне как бы вы понимаете есть общие совершаемые действия бодаться смысла нет вот если есть информация инсайдерская да что будет позитивный отчет по фейсбуку кто с кем должен бодаться смысла нет бодаться набрали позицию объявили сами дальше рядовые трейдеры в панике утянули рынок куда положено если нет им немножко помогли опять таки как это происходит мы это все на курсе рассказываем то есть есть понятие самосведения того как в ней есть сценарии по которым которые показывают как крупные игроки заходят в рынок их можно увидеть и распознать кто учился раньше у вас где можно научиться пользоваться реверсом Виталий во первых есть несколько вебинаров опять таки моих ознакомительных если вам их недостаточно их бесплатно можно получить по запросу у нас если их недостаточно можно в частном порядке пишите постараемся помочь Дмитрий Уфа по вашей практике сколько процентов депозитов надо зарабатывать в год знаете вот Саша Герчик молодец он написал хороший пост на смарт-лабе касательно участия в ЛЧИ и да разницы между профессиональной торговлей на крупном счете и не хочу как пытаюсь более такое лояльное слово подобрать не ругательное скажем так да между теми кто гоняет небольшие суммы на том же ЛЧИ и стремясь заработать тысячу процентов это все полуабсурдное движение Саша правильно написал на цифре в миллион или в 10 миллионов долларов тебе достаточно 10 там 20 30 процентов в год это удовлетворит и инвесторов и всех на свете да можно там в особенных случаях при определенных обстоятельствах и опять-таки определенной степени везения зарабатывать до 100 процентов в год но опять-таки все зависит от вас лично трейдинг это не только система торговли это минимум 50 процентов это психология почему все-таки многие говорят о роботах робот это просто автомат для размещения позиции чтобы человек не слетел с катушек от цифр психологические нагрузки и так далее не более чем сколько единомышленников у нас в команде у нас в команде разработчиков платформы или наших клиентов все в принципе клиенты которые с нами остаются более чем на полгода они являются нашими единомышленниками и счет уже идет даже не на сотни вот я уже сказал что касается платформы от 50 долларов допустим по российскому рынку самый дешевый пакет 3000 рублей вернее дешевый за месяц и 18000 в год 3 месяца стоит 7000 рублей доступ и так далее если вы хотите допустим валютный пакет то 120 долларов в месяц либо 600 долларов в год либо там 300 долларов за 3 месяца и так далее вы напишите нам запрос мы вам ответим причем в ближайшее время до начала следующей недели появится новый прайс с полной таблицей где можно будет выбрать интересующие вас рынки пакеты и автоматически направить там запрос поэтому все будет проще кому интересно могут написать давайте смотрите главная страница нашего сайта есть контакты напишите на сейл собака волфикснет и получите ответ либо можете написать сразу же в скайп вам также сбросят прайсы к нашей платформе на нашу платформу в ближайшее время сейчас еще данная функция не работает я вам как бы просто еще немножко не доработан сам интерфейс для сайта но вот так вот думаю что уже в понедельник вторник будет выглядеть страница с прайсами то есть вы сможете выбрать интересующий вас пакет посмотреть стоимость и так далее тут же написать свои данные отправить и с вами в течение дня свяжутся наши менеджеры с возможными вариантами оплаты и так далее если нужно проконсультировать по любому интересующему вас вопросу